Маньчжурский абрикос Маньчжурский абрикос Маньчжурский абрикос Мне многие достаются так. Как отличить? Вот Маньчжурский абрикос, да. Это старая-старая фотография. Вот. Старая. Ну, дерево было уже не молодое, но все-таки, сами понимаете, цветной фотоаппарат цифровой появился не так, чтобы давно, но более-менее. Вот. А это такой был Маньчжурский абрикос. Так. Мне говорят, вот скажите, я же котчики продаю, мне говорят, а какие будут плоды? Ну, посмотрите, какие будут плоды. Вот это его супруг. Это я... Крутный план. Вот. Это чистый амур. Он такой был когда-то. Есть деревья испорченные, а есть не испорченные. Вот. Вот это вот выращиваем много-много лет назад. Четырехлетний саженец маньчжурского абрикоса, который никто не покупал. Несертин год купил с Александром Ажерин, с Абакана. У него с него одного, заметьте, значит, он самоплодит. С него одного. Здоровенный сад. Аранжерин. Все, 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 все. И вот такие плоды. А был маньчжурс. Еще раз. Если это считать мамой. Если считать это папой. Вот такой. А потом еще фотографии. И уже другие, другие, другие. А когда я вырастил этих 15 маньчжурсов, на всех оказались разные. Вплоть до числа сладких. А потом еще, когда мне позвонил этот самый Александр Юрьевич Селябинского, господи, его доктор, его директора института. И Александр. Мы с ним подружились. Вот память, представляете? Директор института Александр Юрьевич. Ваулин. Вот. И у него все сладкие маньчжурцы. Ну, как вот я это мне. А характеризуйте. Как? Как я скажу, какой у него вкус. Да, с кислинкой. Плоды? Ну, грамм 30. Ну, что еще могу сказать? Сколько там сахару? Каротин или там этот. 18. Я не знаю. А вот это вот еще одна разновидность этих самых. Мы ее назвали десертной. Ну, куда уже дальше-то? У тебя не знаю, что вырастет. Не знаю. Видите, как я уже говорил, в отчаянии. 25 посылку, все нормально. Ага, вот. Вот смотрите. Человек пишет, что все нормально. Ненормально. 25. Ну, может быть, это было 25 ноября. Так. Может быть, 20... Я не помню, когда писал. Может, это было 25 октября. Получил посылку, что Костики пересыпал сырым песком и отправил в холодильник до февраля, а потом на стратификацию. Так вот, тот момент. 25-го. Допустим, это было ноября. Ну, скорее всего. Вот с этого момента, когда вы пересыпали сырым песком и отправили в холодильник, и началась стратификация. Теперь, что у вас будет такое? В холодильнике есть зоны разные. Мы это проходили. Где-то у дверцы потеплее. И он... А так как это... Впереди декабрь. Едварь, февраль, март, апрель. Пять месяцев. Перебор. Или, увы, сейчас его... А уже время прошло. Наверное, я вам уже дал совет. Наверное, вы уже обратно убрали сырой песок. В сухом песке как бы стратификация еще не началась. Она есть, но медленная. Почему? Даже сухие семена я учу и сам храню в холоде. Оно не в тепле. Это называется... Ну, как? Задержать развитие. Почему? Они же не спят. Понятие сон относительно. Все равно там процессы идут. Они же не просто так спят. Вот помаленечку идет от этого. От того, когда упало с дерева, все эти процессы подемножку идут к просыпанию, к весеннему. Даже если середина зимы. Все равно процесс идет. Мы его всячески задерживаем. Сухой, значит, практически полностью установили. Сухой и холод. А вы сырой песок. И у вас через пять месяцев они открыли, а там уже хвосты, знаете, какие будут? Две-три длинные спички. Я показывал такие. Но мы это проходили. Значит, что? Высыпаете сырой песок. Так. Подсушили. Там мыть не надо. Подсушили. И обратно это. Ну, еще некоторые же умудряются в сухой песок. Ну, человек-то знает, как повлияет на сроки. Я предпочитаю сухими держать. Тут уж точно никакой провокации. Вот это я бы хотел сказать. Что у вас это, вы пишите, все нормально, ненормально. Вот это очень полезный совет. Надеюсь, я вам помог. Так. Теперь. Вот здесь вот человек, который написал сам себе инструкцию. Я практически в это не вмешиваюсь. Видите? Косточки до января, февраля, до статификации. Банка, холодильник. Не знаю, плотно ли закрывать. Плотно. Вот. А так сухой. А если я имею в виду сухой, значит у вас уже лучше, чем в предыдущем письме. Вот. Насыпные грядки. Дело в том, что дальше насчет накрывать, накрывать, это сами будете решать, сами будете рисковать. Вот. Теперь. Ага, через пять лет первый раз. Если все делать правильно. Да, может через пять, может через три. Теперь смотрите. Я просто нашел очень полезный холмик. Чужой фотографии, даже не помню. Я посадил всех десяток, вот так зашли. Хорошо, что это отдельно, этим можно скопом выкопать и пересадить. А этот не трогает. Но. Что я вижу. Ну, может быть, земля такая, это супер. Она, не обязательно, что это чистый песок. Может быть даже чуть-чуть. И глины есть, и органики немножко есть. Не даже они хорошо остаются. Вот. Я к тому говорю, что на холмы садить немного опасно. Многие, кто покупает у меня 50, 100, 200, 300, костящих, 70. Я говорю, что таки садите в школу. Чем школа канадская хороша? У нас есть легкие, как это называется? У нас есть легкие неровности, уклон с градусом 10. Это облегчает в том плане, что меньше подвергается привалению к карнивершевке. Ну, а садиться вначале отдельно в школке, а потом что-то можно оставить вместе. Вот как тут что-то перевести. Вот эта посадка, вот тебе бы повезло. У нее много раз зашло. Может половина. Может все. Но судя по тому, что отдельно отдельно, там может быть гораздо больше было. Вот. Очень плохо, быстро пересыхает. То есть я учу садить на гряды. Но ты знаешь, что риск есть всегда. Что-то взошло, что-то нет. А может вообще не надо и не зайти. Представляете, гряды все пустые. Может часть, может половину в школке садить. Половину уже пытаться на постоянное место. Для этого надо не научиться. Надо закладывать сад, стараться. Так. Заканчиваем скоро. Неужели я хоть раз полностью. Вот это вот еще раз. Прочите. Есть и я последний раз. Вот смотрите. Вот видно и не видно. Вот это вот. Раз, два, примерно пятнадцать черенков я нарезал. Вот. Это у меня. Да. Вот это же десерты. Так вот. Видели фотографию. Так вот. Это еще. Больше нету. А если этого нету. А желающих везти будет сотни. А я скажу, у меня давно человеки кончились. Я сейчас тороплю немножко как. Мне бы хотелось быстрее продать, потому что третья крыша и опять это, под нож. А хочется уже разделся с этим делом. А потом все равно будут говорить, давайте еще, давайте еще, давайте. Членники, где их взять-то? Понимаете, о чем я сейчас беру? Берите, так сейчас берите. Но второй момент. Вы берете косточки культурные, выращиваете сами. С этих культурных косточек вы берете и вы журавлем не имеете. То есть, вы сможете потом все-таки брать уже сами у себя. Да, культурные пока не заплодносит, непредсказуемы. Еще неизвестно дойдут ли заплодношения, начальники с них уже можно переносить на подвое. Поэтому я еще раз эту свою статью. Это, кстати, та самая, вот она дача. Вот она та самая дача, которая сделала прекрасную статью из моей страцентра с моими помощниками. Видите как? Здорово, да? Так, идем дальше. Да, кстати, не надо бояться вот смотреть. Если привой погиб, всякое бывает, ничего. Может, раз и привойте, может, еще раз привойте. А можно получить прекрасный результат. Вот. Ну, достаточно культурное. То есть, манжурцы уже не дикие, они уже полукультурные. Даже без привойте. А это та самая, помните? Вот. Я вам говорю. Вот. Алисей Пенграду подтвердите. Вот вы у нас мастер, специалист. Сделать чуть меньше. То есть, это, повесь экран. Ну, вот так хотя бы. Нет. Опять больше. Ага. Вот так. Вот она. Нет. Опять много. Еще меньше. Вот так, например. Да? Вот она. Вот она. В таком виде была найдена. Так. Кем-то. Вот. Это я уже как бы повторяюсь. Вот она. Я набрал гроши нарядные Фимова. Вот. Я нашел. Здесь. В этом самом перечне. Так. Вот. И. Дальше. Смотрите. Вы знаете? Точно моя. Пусть я повторяюсь. Меня вот это шокировало, что. Вот. Что получается, нарядные Фимова не нашли ни в Казахстане, ни в этом. Ни в Молдавии, ни на Украине, ни в Беларуси. Так что ли? Посмотрите, что делается. Видели? Вы это видели? Вы это видели? Вот. А вот она натуральная. На молодом дереве она вот такая. Вот. Поэтому вам надо самим чуть ли не экспертами сказать. Вот. Посылку получил. Огромное спасибо. Череки как на подбор. Знаете, кто это? Это мама, по-моему, Юли Матвеевой. Той самый, которая закончила университет, и которая третий и последний человек в России из сотен тысяч выпускников, которые умеют сад в России. Вот. Сейчас вспомню. А, точно. Вот Омская область. 3 плюс 30. Все. Минус. Плюс. Все. Потом прочтете, потому что уже время заканчивается. Вот. 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 Смотрите. Это ее уже наблюдение. Просто очень хорошего уже толкового человека. Ведь Матвеева, они ведь у меня проходили обучение. Прямо на семинаре живем в моем саду. Вот. Отсюда уже и наблюдение. Обратите внимание. Вот. Какая сила в корнях, чтобы развинуть камни и расти. Теперь, когда меня спрашивают, какая почва нужна абрикосам, даже не знаю, что сказать. КАМНИ! Вот. А у нее же ни черта не получалось, пока она не это. Фактически, случайно посадила. Ну, можно сказать, на мусоре. Прочтете потом повнимательно. А вот точно, Наталья Матвеева. Как я понимаю, мама Юли. Ну, они друг друга строят, как садоводы. Обе великолепные. Вот. Так. Ну, что тут еще? Осваив лозоплетение. И слушаю ваши вебинар. Лозоплетение. Ага. Ну, это тоже профессия. А теперь, самое интересное, знаете что? Когда-то меня замучили. Константинович, помните, начинал фильм. По три часа. Вот. Как наш друг Антон Валерьевич Сафронов выдерживал. Бывало четыре часа. И первые вебинары по три-четыре часа. А я уже говорил, я остановиться не мог. Столько в голове было тогда. Вот. Разгрузить голову. То есть позже не разгрузил. А тогда еще труднее было. Иначе для меня это. Да человек же начинает это. Самое приятное было, когда человек на втором часу начинал засыпал. И просыпался. Говорил, сон здоровый. А ваш голос лечебный. Но это один раз такое было. А большинство меня ругало. Смотри. Смотрите. И вот я дожил. Примите критику. Деление на мелкие части не очень эффективное. Вы видели, что последние 40-20 вебинаров разделены на 100 частей. А может и больше. Спасибо Паченко Сергею. Мужик, можно сказать, героический. Столько сил тогда потратил. И что? Сергей Анатольевич, что нам делать? Только начинаешь погружаться в тему, как видео заканчивается. Нужно искать следующую часть, чтобы смотреть продолжение. И ничего не пропустить. Мне больше нравился прежний формат. Прежний формат он и сейчас есть. Все 60-е. Собраны в одну кучку. Так что, если еще раз от вас получу, вы наверняка смотрите. Письмо я забуду через 5 минут. Уже раз забыл. Я просто высылаю целиком. Без дережки. И все. Ага, все. Кстати, первый раз за 60 вебинаров я уложился. Осталось 2 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok